Привет всем! С вами первый в наступившем году Блог-пост. Блогер Крылатая поделилась впечатлениями от Щелкунчика, снятого Кончаловским. Премьера была показана по ТВ на праздничных каникулах. Блогер назвала увиденное шедевральным. Крылатая пишет, что если бы смотрела эту сказку, будучи ребенком, то увидела бы сказочный мир Мэри, волшебство ночи, отважного Щелкунчика, что зло страшное, но, к счастью, добро побеждает. Но автор поста человек взрослый, а потому разглядела в премьере и нечто другое. Захваченный город принца таит в себе приметы Третьего Рейха. Город задымлен смогом от сожженных детских игрушек, поскольку крысиный король боится солнца. Разве нет в этом параллели с задымлением от гарри, сожженных в концлагерях военнопленных? Крысиный король сам Гитлер, хоть и весьма комичны его версии. Его армия из крыс, маршируя по плацдармам, списана солдат-фашистов. В итоге крысификация воздействует на общество, продвигая свой крысиный политический режим. Смотрела сказку, затаив дыхание. Глубокая идеология для взрослых, которую ребенок воспринимает в виде сказки. Андрей Попов, известный в Республике литератор, поделился в своем ЖЖ особенностями женской логики. Место действия в бане на даче. Время действия – праздничные каникулы. Цитирую ироничный пост блогера. Последней на даче была приятная девушка, почти блондинка. Перед тем, как уезжать, спросила, куда положить ключ. Ей было сказано, положи слева от ворот, прямо в снег закопай. Когда приедем, найдем. Ищем ключ в снегу, найти не можем. Уж думали о вариантах проникновения без ключа, пока кто-то не высказал продуктивную идею. А не поискать ли справа? Действительно, справа ключи и нашли. А я подумал, девушка-то по-женски права. Когда ей говорили, что положи ключ слева, то рассуждали так. Она закроет ворота и, глядя в замок, тут же слева и спрячет. Но девушка ворота закрыла и повернулась лицом к улице. И только тогда стала решать, где лево, а где право. И в этом-то и есть женская логика. Сначала повернуться к дороге, то и себя показать. Вот, дескать, я какая. И только потом думать про название сторон. Кстати, Андрей Попов – первый гость программы «Блокпост» в наступившем году. И я его спрошу, что за девушка, что за баня и ключи. Андрей, приветствую вас. Добрый день, Даша. Андрей, вот какая-то интимная история у вас выложена в ЖЖ. Девушка, баня, ключи. Как это так? Не слишком ли откровенно? Вы имеете в виду пост женской логики, да? Ну, и там нет ничего интимного. Там просто рассказ о том, как женщина решает, где лево, где право. У меня таких много постов. Там следующие теги такие есть, байки. И к тому же я когда-то преподавал логику. Для меня женская логика – тема постоянная. А вот еще, Андрей, заметила, что в последнее время вы часто стали цитировать в своем блоге Есенина. Это у вас такие лиричные настроения? Ведь сейчас у нас такие революционные вообще мысли у людей. Как-то вроде бы стал в моде Маяковский. Это совершенно случайно. Два поста посвящены Есенину. Вот так книга просто перед глазами оказалась. А так у меня есть, опять же, целая рубрика «Русская поэзия», где у меня там есть стихи поэта. Такие лиричные поэты, как Маяковский, Бродский, Высоцкий – это как бы не мои поэты. Андрей, а вот не боитесь ли вы критики своих произведений в ЖЖ? Ну, я для этого выставляю, чтобы их критиковали, потому что это как бы такая первичная редакторская проверка. Я потом их исправляю. Поскольку у меня среди друзей есть очень известные поняты, они дают очень интересные советы. Ну что ж, спасибо. Вдохновение вам и счастливо. Всего доброго. С наступившим Рождеством и с Новым годом. А на сегодня все. Увидимся, как и прежде, еще раз на этой неделе, в четверг. И, как всегда, на телеканале Юрген.